Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так ягодка Оказывается, нихрена нас не слушает Да, мы с вами влипли, друзья Валера, почему-то у многих трансляций нет Ни на Бизоне, ни на Рутубе На Бизоне только 7 человек Да, это все Это катастрофа Ну что, давайте так Сейчас мы проговорили час Вот, сразу интерес уже, раз никто не слышит Отпадает, я просто договорю, что надо бы сделать еще Ну и все, на этом закончим Раз меня мало слушателей Итак, дама, которая говорит, Константинович У меня ваш королевский абрикос Я еще раз повторяю Почему? Нужен человек, который заменит То, что он был от Дескобилова Слушаю, Люда Да Алло, здравствуйте Вы хорошо меня слышите? Да, хорошо У меня тут беда Просмотров почти нет То есть, это Оказывается, вот этот переезд на Рутуб Все испортил Так, нихрена Фактически почти никто не видит То, что я сейчас Целый час говорил Вот Значит Я даже решил закруглиться Просто настроение пропало А ваш звонок в Свиняне мне очень дорог Вот Я могу говорить-то? Или вы все уже... Ну давайте, может потом в записи кто-то что-то услышит Говорите Вы знаете, что вот я вам звоню Что я вам звоню? Я вам звоню с благодарностью Я вам очень благодарна за обучение Понимаете? Что благодаря вашему обучению Я... У меня растет сад У меня сад плодоносит И в этом году особенно У меня плодоносят груши Я собрала 30 килограмм груш Ну вы представляете? Для меня это вообще... Я даже и не мечтала об этом А вот так все случилось Потому что все, сад мой был выручен По вашей технологии Я ваша ученица с 2018 года Но саженцы купить я не могла А в то время еще можно было покупать семена И я купила у вас семена плодовых деревьев Посадила Все по железу Все на холмах Все посадила, пострила Все сделала как надо Как вы учили И сад мой рос Три года Три года Но одновременно Я посадила еще и семена из яблок Которые на мой вкус были вкусные Я покупала в магазине Ела яблоки и сажала Семена И все было сделано одновременно То есть у меня одновременно росло два сада Ваш сад, по железу И как бы опытный участок Ну семена, которые я покупала в магазине Яблоки, которые я покупала в магазине И можете себе представить В 2024 год Зима у нас была холодная и снежная Обычно наши зимы минус 25 градусов Но в 2024 году Зима в 2023 Начало 2024 года Было минус 35 И весной, что я нарушиваю Саженцы, которые из семян поженьки зло Они все живы Все стоят тоненько Все такие красивые А все саженцы Вот второй мой опытный участок Я что я покупала из магазина Основной ствол Замерз Все погибли Можете себе представить Это какие у вас имена Какой у вас ценный посадочный материал Это просто слов нет Конечно, если бы можно было покупать саженцы Я бы покупала, конечно, саженцы Всего было быстрее Но и так тоже время летит быстро Незаметно не успела опомниться Уже, как говорится, 25 год на нашу Вот это я очень хотела вам сказать Что огромная благодарность И еще я хочу сказать Что, пользуясь случаем Я хочу поздравить вас с Днем Учителя Потому что я считаю вас действительно Учителем садоводов Садоводов И выращивания садов По жилету Где мы не применяем эти Обрезки Пригибания Там что еще Ужасная вся химия Химия У меня выращивания садов Без химии То есть без здоровья Мы Если будем выращивать по железу Все это будет У нас здоровое поколение Здоровые люди Это же как важно в жизни У всех болезней от химии Так что еще я хотела сказать Ну, в общем, я вам благодарна Потому что я считаю вас Учителем России Понимаете? Россия И даже вот, пожалуйста В Финляндии В Финляндии вот растется По железу Я думаю, что саду Уже три года четвертый пошел Может быть через год Через два Уже Может быть даже будут Первые плоды Ну, в общем, я очень горжусь Я горжусь Понимаете? Что я нашла ваш канал И связалась с вами И у нас с вами Вот такая хорошая связь Такие садоводы Рядом с вами И такой садовод-учитель Рядом со мной Что же вот еще Такого я Урожай груши был настолько большой Обломилась ветка Ну и я, как всегда Вы помните, что у меня Я пробую Ну, пробую Я так лечу Слома-облома И вот зайцы поели Помните? У вас есть одна даже моя фотография Где зайцы очень облили? Я броню И я делаю жидкий раствор Водный раствор глины И просто смазываю это место И все Здесь я то же самое сделала Фотографии я сделала И что будет весной Видите, конечно, она засохла Засохла Листья засохли Но я все сфотографировала И буду смотреть, что будет весной Как бы до чувствования этого Обработала опять я Водным раствором глины Ну вот, в общем, спасибо вам огромное Спасибо вам огромное И я считаю, что, конечно, очень трудно Переучивать людей Которые привыкли к академическому Выращиванию садов Что нужно Как вот мне здесь уже некоторые говорят Что нужно осветлить Нужно прорезить Нужно осадить Ну вот или прижать Или оттянуть Ну, в общем, все это, конечно, ужасно Дерево, оно живое И ему надо просто расти Просто к нему не надо подходить И оно отблагодарит И вот я это прямо прочувствовала Прочувствовала Просто, как говорится Вот, пожалуйста Результатное лицо Спасибо вам огромное Низкий вам поклон Люда, один только вопрос Расскажите, чтобы кто-то подумал Вы не засланный козачок? Откуда? Я же живу в Филиндии Нет, я имею в виду, что я вас не это Не учил когда-то говорить Ну, Валерий Константинович Как говорится, меня эмоции переполняют Когда я вижу такое в своем саду Я прямо, я хочу звонить Я хочу с кем-то делиться И, кстати, сказать, что Финны тоже вдохновляются У меня соседи Ну, я даже не понимаю Как это засланный кобот Ну, это значит, что Мы заранее отрепетировали разговор Ну, что вы Спасибо и помилую Я вообще очень переживаю Как говорится Перед каждым выступлением Но вам звоню Совершенно спокойно Потому что я рассказываю Просто про свою жизнь Как растет у меня сад Как меня чувствовали Себя деревья Которые я покупала Здесь, в Гинляндии Вы же знаете Высокий штамп Высокий штамп И опять мне пришлось купить С высоким штампом Двестливый Но я к ним точно подходить не буду Ничего Они, конечно, они Как это называется Почувствуют, что их не трогают И возьмутся их силы И будут расти И будут плодоносить И опять-таки Это ваше обучение Да, я прекрасно помню Все-таки Не так много у меня Заграничных друзей Я прекрасно помню Местный питомник Метровый штамп Вы посадили Они начали обрастать С нуля То есть От самой земли Начали обрастать ветками Я всего лишь попросил не трогать Вот Потому что И полагается Они только начинают Во всех Надо отрезать Отрезать Просто люди не знают Что нижней скелетной ветки Еще и листья имеют Вот не знают Режут-то Когда обычно Листьев нет Ну да И с листьями режут А для чего Листья нужны Они не знают Даже академик не знают Как-то такое Уродливое обучение Все, Люда Я с вами по-простому Спасибо за звонок Меня тут настроение Успортили Что практически Меня никто не слышит Вот Сейчас я попрошу брата Он все равно Вот эту запись Пусть задним числом Пусть нас оттуда выгнали почти Он разместит на ютубе Разделит на кусочки Ваш фильм отдельно А делит Мы так договаримся По темам Вот ваша тема Разговор с Финлядией Спасибо А вы мне подняли настроение Потому что Я только сейчас узнал Что меня почти никто не слышит Ну я не знаю Как это так получается А на ютуб переехали Вот с тех пор началось Да Заставили переехать Все, Бог Я хочу сказать Что Василий вам придавал И понимаете Придавали успехи Ваших учеников Любовь и уважение Ваших учеников Потому что я уверена Что у вас их много И они вас любят И результаты на лицо Я вам желаю Всего самого доброго Чтобы все у вас было хорошо В бизнесе Ваш лицомник разоразался И семенаж Чтобы эти кусочки покупали Отпадывал в деревьях Чтобы Ну вот Вы гордость Я считаю Что вы гордость Спасибо Спасибо Жаль, что считают Заграниченные друзья Ладно, проехали Все, Люда Спасибо Я продолжаю До свидания До свидания Всего доброго Очень рад Вашему Звонку Очень Так Повторяю Вот что мне прислал Сообщение Брат Валера Почему-то у многих Трансляции нет Ни на Бизоне Что там дальше было Ни на Рутубе Да Ну ладно Сейчас что мы будем делать С вами Продолжать или завязывать С вами